Всем привет! Меня зовут Пётр Машканцев. Я буду снимать видео уроки по ВТУ Врага 2. На данный момент я работаю в Лисе Пустыне. То, что наши коллеги уже показали в видео своих, я показывать не буду, всё понятно. Я буду показывать что-нибудь новое. Но вот сегодня я покажу. Многие люди, новички, спрашивали, как сделать так, чтобы люди, солдат по Японии, ушли к реководной, как на марше, а рассыпную. Начинаем делать. Делаем сначала отряд, который нам нужен. У меня Лисе Пустыни, поэтому людей может только быть 8. Вот, делаем 4 стрелка, 3 автоматчика и 1 офицер. Делаем вайп-поинт, по которому они будут идти. Соединяем, всё сделаем. Теперь заходим, мы, если делаем в F3, заходим в папку Squorts, отряд. Нажимаем правой кнопкой в окне Squorts, отряды. Нажимаем создать. Называем по-любому, я назову просто 1-й отряд. Ай, грубость, грубость. Надо будет сначала выделить тех, кого вы будете отряд писать, потом делаем отряд. Всё. Вот на все, то есть солдаты, все миды, вот они отображаются здесь. Вот в этой графе, в окошечке со стрелочкой, указывается тот, кто будет на них капитана. Тот будет вести. Сейчас у нас офицер. Поменяем, например, на 32-й, у нас будет вести вот этот стрелок. На 39-й офицер, оставим на офицере. В графе радиус. Начается расстояние, на которое солдаты могут уходить от капитана. Расходиться. Если я правильно понял, это так. Так. Заходим в триггеры. Так, минулки. Так, я вернулся. В общем, создаем триггер. Называем по-любому из вопросов тест. В командах пишем. Точнее, если создадим команду. Эльтра-стейт. Вот те, кто у вас будет идти, выбираем их. Ну, я поставил просто по-р-ли. Надо было поставить им так. Но в это время многое отнимает. Я сразу поставлю по-р. Потому что в них по-р-у здесь вражеских нет. Скорость, спид ставим на эзилют. Штурм. Так. Можем побольше жизни просто. Не обязательно. Это вот для себя. Мне интересно. Вот. В графе no retrate. Пишем. Протокрываем этот стрелок. Нажимаем off. Это значит, что когда они будут атаковать. При атаке, вот если я их атакую. Они будут идти дальше. Они не будут отступать. Они будут идти дальше прямиком. Так. Здесь создаём. Создать. Waypoint. В графе who кто? Ставим не actor, а squad. Отряд. Подбираем наш отряд. Первый. Вот он выбор. Waypoint. Ставим наш waypoint. Ноль. Поставим. Всё. Всё поставили. Сохраняем. Реверяем. Они бегут, 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 бегут они, бегут они, бегут они, побежали, и все как-то их. Так, хотя жизни их оставил много, ведь они их надо. Они очень трудно прививаются. Так, хотя жизни их надо, ведь они их надо, ведь они их надо, ведь они их надо. Вот, всё. Всё показал. Теперь я вам покажу то, что может кому-нибудь тоже пригодиться. В модах каких-нибудь, в клипах, по всём. Как я сейчас покажу во всех фильмах. Там стоит канистра, в неё стреляет снайпер, и она красиво взрывается. Конечно, мы знаем, что такого произойти не может с обычными патронами. Но всё же, это очень красиво. Но я вам покажу сейчас. Ставим одного снайпера. Снайпская витопка нашу готовит. Так, ищем канистру. Канистру у нас находится в инвентаре. Называется она Кэн. Вот, всё, вот. Уделяем нашу канистру. Давай, подальше поставим, кто себе. Уделяем нашу канистру. И канистре этой ставим так, тоже Кэн. Всё. Так, создаём новую зону, круг. Называем так же Кэн. Всё равно. Вы можете дать круг по-другому, потому что мне так легче всего. И дело, вот этот маленький радиус зоны, очень-очень-очень маленький. Вот такой-очень. Бля. Всё, шикарно. Здесь создаём, создаём вейпоинт. Вот создали вейпоинт. Вот оцениваем круг радиус. Радиус, графе радиус. Пишем 10. Так, вы видите, у меня случились проблемы с записью. В общем, сейчас вовсалю. Ставим вейпоинт вейпоинт, ставим радиус 10. Чтоб этот сиди-круг был вокруг канистры. Канистры должны стоять строковую в зоне в этой Кэн. Всё. Так, заходим в тесты. Опять создаём. Конечно, пишем условие «Интихис», когда тага канистры Кэн в зоне Кэн больше нуля. То есть, когда канистры в этой зоне, когда срабатывают свои сигнал, сигнал, тоже срабатывает в этой зоне сигнал с попадания. В данном случае попадание по канистре, по нашей. Тогда, вот в этом месте, в этом месте пишем команду «Сцена спаун». У нас спаунился тогда взрыв. Квайминтити, сервис, дэмэдж, эксплоржен. Окей. Вейпоинт ставим 11. И так, чтобы было красиво, когда взрывалась, а с канистра не улетала, плата тоже, тепло взрывалась. Мы ставим делить удаление канистры. Вот так. Всё. Сохраняем. Пробуем. Снимаем нашу снайпера. Целимся. Вот, ведь, эмонисты у нас не экономят еще это. Кому-то бы взорвалось. Так, может, красиво сделать. Теперь еще вам покажу такую вещь, которая связана вот с этими клипами. С поусом. Потому что я пробовал сделать, у меня не получилось у неё сделать. Так сказать, я удалил файл, который нужен, но у меня почему-то такая осталась. У некоторых людей было так же. Сейчас покажу, как от этого избавиться, без удаления файла. Заходим в клипы. Кракт-кнопка «Создать». Назову полевом. Назову просто «Один». Назову. Выбираю «Автор». Вот эти вот полосы. Выводим вот туда далеко. Так же, так, чтобы их не было здесь видно. Всё, увидели, видите, и здесь не видно. Теперь выбираем первые. Ставим их так, как вам нужно. Вот, ну ладно. Поставим так, как нам нужно. Всё. Шикарно. И так делаем с каждой стороны. Когда нажимаем «Старт», надо всегда выбирать «Автор». Вот, нажали на «Автор». И теперь заходим в «Set Clip». Ищем в команду в сцене «Set Clip». Вот он. И в «Name» пишем не «Автор», а выбираем «1». Ставим «1». Миссию сохраняем. Проверяем. Смотрим. Всё. Всё красиво. Клипы этих не видят, они очень далеко. Сейчас вам докажу это. А вот туман здесь есть. Сейчас вам докажу. Где-то здесь клип идёт. Вот они. Вот они клип. Оттуда их не видят. Вот так вот. Я вот так вот научился сделать это. Решать эту проблему. Что ж. Всё. На сегодня. Мой урок и окончился. Пишите, как вам понравилось. Пишите, что хотите увидеть ещё. И самые простые вещи могу показать самым трудным путём. Как сделать. Пишите. Всё. Всем пока. Пока. Пока.